Слова Иисуса, если они вышли, они обязаны воплотиться и материализоваться. Кто, вы знаете, кто может остановить слова Бога? Человек. К сожалению, только человек. Люди способны на все, даже остановить слова Бога, для себя. Поэтому, если человек не верит, он ничего не получит. Ну, так, ну, это тоже, ничего не делать, не верить, это тоже способность. Хорошо. Еще расскажу. Сегодня у нас два направления. Дружба и то, что Иисус сделал для тебя. Дружба – это признак, по которому мы будем вникать в себя и проверять по отношению к Иисусу свое сердце. И второй момент – это то, что Иисус сделал для тебя. Потому что очень редко люди вообще размышляют, и вообще представить картинку распятия почти невозможно. И когда говорят, Иисус умер, воскрес, и мозг нагло говорит, да это Иисус, ему так положено. Нет. Это мозг уже просто, ну, отработал уже свой потенциал, и нужен новый образ, и нужно новое понимание, и нужно больше силы. Матфея 16, 18. Иисус говорит, я тебе говорю, Петр, на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Речь не о Петре. Если бы на Петре была построена церковь, она бы давно прозвалилась. Церковь основана на Иисусе Христе. Ибо нет другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Есть единственное основание, почему церковь никто не может одолеть, почему она сверхъестественная, вопрос. Почему церковь сверхъестественная? Ну, потому что связана с Иисусом, но церковь можно сделать не сверхъестественной. Безголовой, без Иисуса, слова? Очень простой ответ. Когда в теле есть доверие и дружба, вот этих людей уже никто не одолеет. Но если в теле Божьем, в теле Христовом, не доверие, не дружбы, это тело развалят и уничтожат, там нет ничего сверхъестественного. Иисус сказал, что если в теле вы будете, говорит, я назвал вас друзьями, если мы сможем включить функцию друга, дружбы в отношении с Иисусом, не меня, не тебя, я второй, вначале Иисус, а потом уже человек, вначале возлюбие Бога, а потом ближнего, как самого себя. Но еще для начала нужно вникнуть в себя и понять, что со мной происходит. Может быть я предатель? Может быть я чудовище? Может быть и такое. Мы думаем, что люди надевали масок, создали разные образы, но настоящее оно где? И мы будем сейчас вникать. И церковь, эта семья Божья является самым надежным местом на земле, если там есть доверительные, надежные, дружеские отношения. Если я кому-то не доверяю, это уже проблема. Нужно кому-то каяться и нужно решать вопрос. Вы представляете, сколько инфекций, сколько вирусов сегодня информационных, так что мы сами уже иногда не чувствуем. Иисус говорит, просто будь здесь, просто наслаждайся в шаббат, расслабься, расслабь руки, расслабь ноги, расслабь свои мозги и просто будь в моем теле. Я хочу тебя благословить. Не напрягайся, не старайся играть какую-то роль, не будь в маске, ничего не придумай, просто будь. Просто Иисус говорит, я есть, сейчас, позволь, Дух Святой говорит, позволь благословению проникать, расслабься, успокойся, расслабь свои мозги, расслабь свой религиозный ум. И пусть слава Иисуса, слава Божия двигается, двигается, двигается и творит чудо в Тебе. Камоши Бороха. Халлелуя. Общее понятие дружбы. А, еще один. Основа отношений в семье Божией это дружба и доверие между родственниками в Иисусе Христе. Дружба и доверие между... Она в шаббате. А, основные, в теле Божьем, основные отношения это дружба и доверие, как родственник. Да? И поэтому, для того, чтобы эти родственные отношения, они появлялись, это значит, нужно общаться. Должны быть шаги. Но первое, это нужно как-то с Иисусом построить коммуникацию, чтобы Он все-таки защитил тебя, укрепил тебя и дал тебе способны быть дружелюбным. Приобретать друзей, находить какие-то ходы, делать шаги. И мы сейчас к этому придем. И Иисус об этом очень четко учит. Общее понятие дружбы или вот противоположность дружбы. Любовь, обычная составная дружба, это любовь. Прощение, милость, доброта, помощь, сострадание. Ну, да. Мы читали это. Это и в Священном Писании. И у обычных, у Господа, любовь, она неизменна. Он любит тебя всегда. Иисус любит тебя любым и всегда и в любое время. А у людей есть противоположность. Любовь и ненависть. Дружба и предательство. Есть такие противоположности. Но любящий Бога не сможет ненавидеть. Любящий растворяет и удаляет зло. Твоя любовь настолько сильна, знаете, как Кока-Кола, она все растворяет. Так вот, любовь Божья, она растворит любой камень, любое зло, любую болезнь. Просто это просто растворится, как прах, как пар уйдет и не будет даже видно. Второе. То есть, составная дружба – это любовь. Когда ты любишь, любовь, она всегда побеждает. Любовь, она всегда выигрывает. Даже если у тебя есть человек, который противостоит и ненавидит тебя, ты просто берешь его так вот… Ты не думаешь о том, что он плохой. Ты просто накрываешь его любовью. И вот это зло, которое где-то было и работало, эта агрессия, она просто прекращается. Она не может больше действовать. Дьявол уже не может подпитывать и кормить эту плоть. Поэтому есть дружба и предательство. И друг от Бога не может предать. Если ты… Мы сейчас будем говорить об Иисусе как о друге и о людях, которые пытались дружить в Священном Писании, которые пытались дружить с Иисусом, и друг от Бога и не может предавать. Друг всегда верный главному другу и другу своему. Как в заповеди «Возлюби Бога и ближнего, как самого себя». То есть имей друга Богом. И тогда ближний твой со временем, я понимаю, что сегодня предательство – это норма. Предательство въелось в кости, в мозг, в разум. Если у кого-то успех, обязательно. Внутри такой предательский голосок. Ну, скоро ты станешь как все. У тебя тоже не получится. Мы тоже старались. И вот пусть у тебя будет беда. Не с тобой, так с твоими родными. Ты станешь как все. Ты станешь как я. И никуда ты не вырвешься. А я говорю «Во имя Иисуса». Я буду любить, я буду дружить. И меня это не касается. И в меня это не входит. Это как, знаете, в танк бросает апельсины, камни. Танк все равно едет. Аминь. Идем дальше. Основные принципы дружбы. Первое. Иисус сказал, ну, в Евангелии Иоанна 15-14. Вы, друзья мои, если исполняете слова мои. То есть, друзья ценят отношения и ценят слова, которые меня общаются. Если ты хочешь друга, то тебе будет интересно, что говорит человек. Если у этого человека есть какие-то сильные вещи, извините, сильные вещи, сильные слова, то ты их будешь запоминать, и они будут для тебя ценными. Но если человек недружелюбный, он не слушает никого. Для него никто не авторитет. Для него слова вообще других людей ничего не важно. Потому что и он свои слова уже не обращает внимания. Он в себя не вникает. Других не понимает. То есть, это такой, знаете, но человек, который вникает в себя, он ищет людей, с которыми ему будет интересно. Каждому и хочется иметь друга. Приятного человека, с которым что? Хотелось бы приятно, надежно, верно, искренно, умно поговорить. Поговорить. Просто поговорить. Друзья, они, бонус друзей, они приятно общаются. Понимаете? Но есть приятели, есть дружеские, а есть люди, которые могут, ну, очень редкие люди, которым ты можешь поговорить обо всем. И Иисус сказал, вы, друзья мои, если для вас важны слова мои. Важны, значит, вы их запоминаете, и вы стараетесь поступать по ним. Дальше. Это заповедь моя, Иоанна 15-12. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Друг, что он делает? Друг он любит. А как Иисус любит нас? Мы сейчас будем в деталях где-то рассматривать и наблюдать. Нет больше той любви, кто положит душу свою за друзей. Хочешь друга? А что ты готов сделать ради него? Сколько ты готов, ну, заплатить? А я не хочу друзей. Ну, значит, и не будет у тебя друзей. Хочешь друга? Будет. А друзья, они что? Они дорогие. Друзья очень ценные. Друзья стоят дорого. Потерять друга – это дорого. Но настоящий друг, он не теряется. Настоящего друга невозможно потерять. Потому что ты его любишь, ты искренний, в тебе нет фальши, и он такой же. И даже если вы поссорились, он всегда будет вспоминать, какой ты, и он всегда придумает, как с тобой встретиться, как с Кристи было. Вечером чуть не подрались, утром встретились. Что, как дела? Нормально. Ну, нормально. А что-то там это... Вообще даже не вспомнили, что там... А вечером вот все, вот. Все, драка. Должна быть драка. Дойня. Дойня на топорах. Ладно, идем дальше. Четырнадцатый стих. Вы, друзья мои, если исполнять то, что я вам сказал, то, что я вам заповедовал. Я уже не называю вас рабами. Раб не знает, что делает господин его. Я назвал вас друзьями. Друзья – это значит, ты можешь быть другом. Если он тебя назвал, а слова его исполняются, такие слова, которые исходят из уст Господа, они не возвращаются к нему просто так, но они исполняются. Иисус говорит, я назвал тебя другом. Значит, ты можешь быть другом и иметь друзей. А если в теле... А мы в теле Иисуса. Иисус сейчас голова и наблюдает за нами в теле. Мы – тело. Представляете, есть такие детские игрушки, такая оболочка, а там такие шарики. И так нажимаешь. И мы каждый вот в этом мешочке шарик такой. Мы там перемешиваемся. Иисус прямо сейчас смотрит на нас и говорит, я очень хочу, чтобы мое тело начало любить и дружить. Чтобы в теле начались искренние, честные, добрые, доверительные отношения. Потому что это значит здоровое тело. Это значит тело будет сильным. Это тело можно не просто благословить, можно благословить даже все тело сразу, а не одного по вере. О, макабуси, я, на я. Дальше. Иисус говорит, не вы меня избрали, я избрал вас и поставил вас. Поставил. Он говорит, если я сказал, что ты мой друг, Иисус говорит, я назвал тебя другом. Скажи, я друг Иисуса. Если Иисус тебя назвал, значит, ты можешь быть другом. Во-первых, нужно начинать с себя, начинать с Иисуса и себя. Дружба начинается с Иисуса и тебя. Скажешь, ну а как с Иисусом подружиться? Я что-то спеку ему вкусненькое, он не ест. Я цветочки подарю, он не ест. Пригласить его в кафешечку невозможно. Заплатить за него невозможно. Как дружить с Иисусом? Проблема. Я видимый, а он невидимый. Откуда я знаю, что у него в голове? Как дружить с тем, кого не видишь? Общаться с ним постоянно. Да. Да. Но это у кого развились такие способности. Разговаривать с невидимым. Ну, думаю, ты с кем разговариваешь? Сам собой? Иисус говорит, не вы меня избрали, я избрал вас и поставил вас, чтобы вы шли, то есть не стояли, а приносили плод, у вас был хороший результат, чтобы плод ваш прибывал, то есть не заканчивался, и все, чтобы попросить отца во имя мое. Отец говорит, что когда ты настраиваешь дружеские отношения, прямо сейчас, всякая немощь, всякое давление между позвонков, которая скопилась, фантомная боль, я повелеваю уйти прочь, и легкость, и свежесть, сейчас войди, как тепло, духом святым и огнем, во имя Иисуса, аминь. заповедую вам, Иисус говорит, я вам даю, любите друг друга, вы друзья мои, любите друг друга. Друзья любят, друзья умеют прощать, друг если натворил, он думает, как исправить ситуацию, но когда друзья общаются, даже чтобы друг не сделал, ничего фатального нет. Друг всегда простит, настоящий друг. Иисус тебя прощает, всегда, значит он уже, значит он уже есть, сейчас, Иисус есть, Иисус здесь, аминь. Проблема. Вы знаете, я заметил одно такое явление, у людей предательство, как норма самоуничтожения себя, я уже об этом говорил, представьте себе, Авеля и Каина, Каина и Авеля, они родились, два мальчика, братик старший, братик младший, за ручкой друг к другу ходят, играются, мама что-то вкусненькое готовит, обнимает их, они вместе играют, бабочек ловят, чуть подросли, и один из братьев убивает другого. Как такое вообще возможно? Откуда? Откуда взялось такое вот? Они, братья, они родные, из-за чего? В Новом Завете, это описывается, Иоанна 3,11, я прочту задом наперед, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего, а благовестие, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Что произошло? Он просто перестал, в Каина вошла просто какая-то ненависть, какой-то странный дух, злой дух. Вы знаете, дьявол в этом мире очень, даже я вам скажу, респектабельный и выглядит достаточно не опасно. Он предлагает какие-то вещи, и это даже интересно выглядит, но еще раз говорю, не любите мира и того, что в мире. Он убьет. Ты просто прикоснись к вещам, начни размышлять о каком-то зле, и зло сразу порождает убийство. Как это было? Тогда не было интернета, тогда не было много такого насыщения информации. Как Каин? Откуда у него? Там можно много размышлять. Ему понравилось, Богу не понравилось, понравилось это понравилось. Нет, там не в этом дело. Как ты мог убить своего брата? Идиот, сумасшедший что ли? Как ты мог? Из зависти, какой зависти? Как можно убить своего брата, с которым ты прожил все детство? Как? Это что должно войти в голову человека? Какая? То есть, любовь, вы знаете, это, что останавливает любовь? Какая-то мысль, какая-то информация, какой-то яд, какая-то отрава, какая-то черная вещь, которая попала в мозг, она убивает, и она потом просто продолжает убивать вокруг себя других людей. Мы сейчас посмотрим еще некоторые моменты. Исав. Это вообще кадр. Это такого. Исавы, мы каждый день, может быть, Исавы. Представляешь, приходишь с работы, кушать хочется. Голодный. У-ху! Что есть покушать? Он говорит, да дай мне там это твое, говорит, да я кушать хочу. Знаете, бывает так, кушать хочется, даже голова болит. И так вкусно, и так ароматно. Или говорят, или ты пришел, Иисус тебе говорит, да почитай что-нибудь, да сделай что-нибудь полезное. Ты суешься в какой-то интернет, там лазишь, какой-то мусор смотришь, что-то читаешь, куда-то смотришь, непонятно, что происходит с тобой. Здравствуйте. Вот. А потом приходит, потом приходит вопрос от Бога, от дьявола. А давай сделаешь это. То есть, ты благословенный, Исаф был благословенный. И он хотел кушать, ему чего-то хотелось. Он говорит, да что мне это благословение, я кушать хочу. Я очень хочу, мне это надо, мне нужно, мне даже не нужно, мне даже не то, что хочешь. Тебе говорят, хорошая работа, ты будешь зарабатывать, ты через полгода, у тебя будет машина. Все, Исаф включился. А если Иисус ушел, на второй план, на третий, на пятый, на десятый, все, Исаф, Исаф может быть каждый день. И написано, что Господь возненавидел Исафа. Тот, кто ставит благословение на второй план, он проклятый. Тот, кто ставит Бога на второй план, туда приходит проклятие, туда приходит болезнь, туда приходят страшные вещи. И дальше, что мы будем читать о том, что Он пришел, Исаф потом пришел к Отцу со слезами на глазах, говорит, Отец, дай благословение, пожалуйста. Нет уже, все, ничего невозможно изменить. Ты пришел, ты был на крыльях силы, у тебя были, ты был красиво одет, ты пришел с охоты, у тебя все нормально, ты на нормальной там, все у тебя хорошо. Говорит, да что мне это благословение, ты дай мне покушать, побыстрее, мне надо здесь, все сделай нормально. А оно ушло. Так же и мы каждый день оказываемся в этом мире, Иисус что-то нам предлагает, говорит, посмотри сюда, здесь благословение, а дьявол говорит, нет, смотри туда. И ты пошел туда, благословение осталось здесь, и ушло куда-то уже, утекло, а ты пошел не туда. Время ушло, что-то не сработало. Я говорю сейчас про предательство, я говорю про дружбу, предательство и про друга Иисуса. Иуда доигрался с воровством, заигрался с грехом, мутил в голове, с какие-то серые схемы, не смог покаяться, улетел в ад. Ананья и Сапфира от тщеславия солгали Духу Святому и тупо влетели в ад. Знаете, там был один иудьянин, там даже имя его так, в общем-то, так вскользь названо, он просто продал все свое имение, и это выглядело настолько красиво, что ты продал какую-то свою недвижимость и все деньги отдал. И Ананья и Сапфира тоже им так понравился этот образ, и они продали тоже какую-то недвижимость, там остался какой-то кусочек денег, они себе оставили, они говорят, мы все отдаем. Апостол говорит, а зачем вы солгали Духу Святому? Один умер, второй умер. Там, где Дух Святой, предатель изменится в верного человека или убежит. Вы знаете, мы все когда-то родились с вирусом предательства, мы все когда-то были в этом мире, и для нас это было где-то норма. Может быть, мы не предавали так напрямую, но где-то все равно мы делали что-то, что только мы знаем, что мы делали. Предательство, оно везде, оно просто пропитывает всех людей, даже верующих. Небольшая сумма. Вот задается вопрос, вот сколько стоит, вот каждому можно, я задаю вопрос, сколько стоишь ты? За сколько ты 500 долларов, 1000 долларов, за сколько тебя можно завернуть? И как быстро? И честно, нужно смотреть на это. Если ты можешь продаться, если ты знаешь, что твоя себестоимость низкая, это проблема. Иисус говорит, вы друзья мои, если исполняете, что я заповедал вам, а я заповедую вам, любите друг друга. Итог, я друг Богу, и друг братьям, и сестрам моим, подчиняя свою волю Господу Иисусу. Я хочу, чтобы мы сейчас повторили такое исповедание. Оно звучит так. Иисус сейчас, прости меня, я не был другом и не имел друзей. И я принимаю решение и посвящаю тебе мою волю. Иисус, я принимаю от тебя способность любить и быть другом твоим во-первых. Аминь. Давайте повторим. Иисус, сейчас, прости меня, я не был другом и не имел друзей. Иисус, я сейчас, принимаю решение и посвящаю тебе мою волю. Иисус, я принимаю от тебя способность любить, иметь и быть другом твоим. Во-первых, иметь друзей, я имею в виду, но быть другом, но Иисус, во-первых, твой друг. Аминь. Иисус, пример друга. Притча 18, 24. Кто хочет иметь друзей, сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Иисус друг ближе, чем брат. Иисус никого не предал. Иисус никого не подставил. Иисус никого не сдал. Иисус никого... Вы знаете, на работе написали смс-ку такую. Там пришли одни люди, им нужно было опрыскать сад. И они написали в смс-ке. Они сами не выполнили задачу, но в смс-ке администратору или помощнику там, директора, они написали имена людей, почему они не сделали, что они должны были сделать. Представляете, да? Они не сделали, но написали в смс-ке людей, почему они не сделали. Хотя они пришли туда в 5 часов утра, и там никто не должен быть. Они сами должны были совсем разобраться. Люди, они вот изнутри вот имеют вот такой вот какой-то такой вот предательский такой вот там предавать некого, но хоть подставлю кого-то, хоть найду виноватого кого-то. Понимаете? Люди всегда находят кого-то виноватым. Потому что мир лежит в козле. Мир же лежит в козле. Ну да, так оно и есть. Хорошо. Свойства друга. Ты, мой друг Иисус, ты сказал, значит, я могу быть... Вы знаете, если Иисус сказал, что я могу быть другом, назвал меня другом, значит, я могу быть другом? Скажи, я могу, у меня есть эта способность и у меня очень хорошие друзья. Очень хорошие. Аминь. Говорит, друзья – это редкость, а у меня с этого момента они уже не редкость. Почему? Да потому что Иисус назвал нас друзьями. Как это будет происходить? В теле, представь себе, сердце не дружит с кровью. Ну, поссорились они. Нет, сердце, весь организм друг другом дружит. Представляете, если кто-то поссорится у тебя в организме? Печень поссорилась с почками. Это вы себе не представляете, что за это... Не дай Бог быть в этом теле. А Иисус, Он вообще не позволяет, чтобы... Вы знаете, чтобы убить тело, достаточно, чтобы в теле начались ссоры. Чтобы убить тело Иисуса, надо начать ссориться. Вместо того, чтобы дружить и любить, начать ссориться, и тело начнет распадаться. Оно становится номинальным. Оно вроде бы есть, голова уже где-то в одной стороне, то есть Иисус уже не руководит этими людьми. Тело уже делает все, что оно хочет. Или даже уже не делает даже то, что оно хочет, а уже этим телом кто-то пользуется. Не дай Бог. Свойства друга. Верный, надежный, честный, прямой, искренний, жертвенный, любящий, добрый, внимательный, веселый, умный, заботливый, мудрый, терпеливый и так далее. Нет больше той любви, как если кто положит душу своей за друзей. Вопрос. Ну, как бы я уже говорил, но опять же вопрос. Вопрос не вслух, а вопрос внутренний. Ты друг? Ну, честный вопрос себе. Вот ты и Иисус. Прежде чем ты сможешь подружиться с Иисусом, я, допустим, могу сказать, Иисус, я тебе не друг, и у меня не получается. Но если я скажу, но я ему не друг, и у меня не получается, я скажу, я тебе друг, то получится, что я лгу. если я лжец, а говорю, Иисус, ты мне друг, то дружба не получится. Ну, как ты должна стать по-честному? Между Иисусом и мной должно быть все прозрачно, все честно, все искренне. Если я говорю, Иисус, ты мой друг, он говорит, он молчит. Иисус, что ты молчишь? Он говорит, ну, вообще-то я назвал тебя другом, но ты постоянно делаешь то, что ты хочешь, и слова мои вообще тебя не касаются. А у друзей важно в отношениях слова и общение. Общение и суть, смысл, итоговый результат. Друзья – это люди, которые хорошо относятся друг к другу, и слова их, друг для друга. Вот, допустим, у меня есть одна знакомая вообще. Мы дружим, кто-то не понимает такую дружбу, но я дружу абсолютно без вообще, у меня нет к ней никаких этих странных желаний. Я ей говорю какую-то умную мысль, она продолжает, и я обогащаюсь за счет этого. Она подбрасывает мне какую-то умную мысль, я над ней размышляю, и я обогащаюсь. Я ей говорю что-то, она обогащается. Мы общаемся, и мы обогащаем друг друга. Новые мысли, новые идеи, новые желания, новые планы. Я хочу сделать это, я могу сделать это. Почему? Общаешься, и ты начинаешь находить какие-то интересные вещи, и сам Бог тебе подсказывает через этого человека, который дружелюбен к тебе. Друг – это, во-первых, отношения, во-вторых, важность слов. Слова обогащают. Друзья обогащают друг друга. Идем дальше. Иисус – пример друга, да? Ну, я скажу такой итог. Основы отношения в Божьей семье – это дружба и доверие между родственниками в Иисусе. То есть, я уже это говорил, но… И давайте мы сделаем такое исповедание. Иисус, научи меня быть другом, таким, как ты. Давайте повторим. Иисус, научи меня быть другом, таким, как ты. Аминь. Я вам хочу сказать такую вещь. Чем больше ты серьезный, чем больше ты напряженный, тем труднее тебе будет другом. Будь легким, будь веселым, будь расслаблен, будь творческим. Ну, не расслабленный, в грехе мысли там. Нет. Просто будь счастлив. Знаете, когда человек счастлив, он не напряжен. Когда человек радуется, он, вот как вы там рассказывали, вам было весело, вот это состояние легкости, комфорта, веселья, когда ты можешь быстро пошутить, когда ты, если твой друг слишком серьезный, а ты, он тебе говорит, что ты серьезный, ты понимаешь, ему нужно расслабиться. И ты ему что-то улыбнул, что-то ему сказал веселое, что-то пошутил. Он расслабился, вместе рассмеялись, решили ситуацию по-веселому. Знаете, как барон Минхаузен говорил такие слова? Говорит, все самые великие глупости делаются с умным выражением лица. Да. Ну, не дай Бог, конечно, чтоб нам так быть. Кто дружил с Иисусом? Ну вот, я размышлял об Иоанне. Любимый ученик, что любимый? Пасанчик был такой молодой, веселый. Они как-то общались, снежками бросались. Там, я не знаю, снега нет в Израиле. Ну, если был бы снег, они бы, ну, как бы, игрались там, что-то такое было у них, такое веселое. Ну, вот, Петр, Мария, Лазарь, там был такой Никодим, ночью приходили. Знаете, люди пытались дружить с Иисусом. Богатый юноша пытался. Гадаринский, бесноватый, хотел очень дружить с Иисусом. Вы знаете, даже этот, как его, Вартимей, ну, как-то пытался за ним, там, шкандыбать, но Иисус ему говорит, все, иди займи своей жизнью. То есть, ну, как бы, пусть. Ученики старались дружить с Иисусом. Но, про Марию давайте. Мария, про Мария, воскресший, Иисус, Марка 16, 29, воскресший утром в первый день недели явился сперва Иисус, Мария Магдалини, из которой он до этого и знал семь бесов. И мы потом об этом, ну, как бы поговорим, потому что, ну, это очень важный такой момент. Люди, которые любят и способны любить, будут иметь друзей, иметь в друзьях того, кого они любят. Кого ты сможешь любить, тот может быть твоим другом. Вначале любить. Иисус говорит, возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всей внутренностью, всем разумением, всеми эмоциями. Короче, все, что можно перечислить, чем можно любить, Иисус мог быть, мы как бы могли бы это перечислить. Но как любить невидимого Иисуса? Он говорит, почитал, что я сказал, в Священном Писании. Поговори со мной. Начни что-то делать. Хорошо. Я коротко скажу про Марию. Знаете, это такая женщина очень странная. Она из хорошей семьи, она из семьи Вазаря. Вазарь был небедный человек. И как может быть такое, что в небедной семье появляется девушка, одержимая бесами, которая занимается проституцией. Вы знаете, скорее всего, это произошел какой-то момент, когда либо какое-то было насилие, эти бесы вошли, еще она нахваталась там по пути, и произошел такой момент, что она из хорошей семьи, и у нее все так плохо. и семья от нее отворачивается. Ну, как бы, вы понимаете, да? Самое низкое существо в Израиле это девушка, которая продает себя. Это вообще. И их должны побивать камнями, но так как, короче, никто не хочет брать на себя ответственность за убийство. Вот. И произошла такая ситуация, ее поймали, и ее поймали, и хотели подставить, ее подставили, и хотели Иисуса запутать через эту ситуацию, как бы подвох какой-то, знаете, такой еврейский ход, что мы очень умные, ты тут такой ходишь, Мессия, а мы тебя просто посмотрим, надо ли она блудила, она в грехе, надо ли ее убить. Иисус говорит, вы знаете, да, кто без греха бросить, они разбежались, она сидит в ужасе, в шоке. Он говорит, все. Потом она видит его, потом она стала настолько верной, что она помазала, она пришла в дом, она пришла в дом и намазывала своими волосами этим дорогим маслом. Потом, когда Иисус был распят, она до конца была там, Иисус был голым на кресте, но она продолжала быть верной. И она, вы понимаете, что Иисус единственный мужчина, который ее простил и восстановил ее достоинство. Он восстановил ее как личность. Это почти невозможно. И вдруг тот, кого она любила, он умирает. И представляете, это женщина, у которой единственный нормальный человек, и он еще умер, и она приходит к этому гробу, и первое, кому Иисус говорит, Иисус приходит первое тому, кто его любит. Его Мария любит, он пришел к ней первым, во-первых, пришел к Марии. И потом ангел говорит, скажите Петру, у Петра вообще ситуация тяжелейшая, вообще страшная ситуация. Петр вначале получает откровение, ты Христос, Сын Бога Живого, Иисус говорит, на тебе я основал, ну, через такого, как ты, ты будешь первым пастором церкви, потом он говорит, потом Иисус говорит ему, отойди от меня сатана, потом Петр пытается защищать Иисуса, отрубает ухо, отрубает ухо какому-то человеку, и потом трижды предает его, и он продолжает жить, он говорит, Иисус, я тебя никогда не предам, а он продолжает жить, у тебя такое призвание, а ты трижды предаешь любимого Господа, своего друга, от которого изошло благословение трижды, и ангел говорит, сообщите Петру, скажите обязательно Петру, я встречусь, вы знаете, там они на лодке плавали, ловили рыбу, что-то не получалось у них с этой рыбой, и он замечает, там кто-то с берега начинает говорить, и он замечает, говорит, это Господь, у Петра крыша съехала, одевается, голубь быстро прыгает в воду, выплывает на берег, потом уже, знаете, как сценарная линия, они сидели кушали, а что делал в этом промежутке, ну, Петр, когда они были наедине, Петр просто упал перед ним на колени, говорит, так, спорь, а Иисус говорит, да ладно, ты, я воскрес, я живой, я здесь, я с тобой, они кушают, Иисус говорит при всех, Петр, любишь ли ты меня, три раза отрекся и трекратное восстановление призвания, три раза отрекся и три раза призвал, стал восстановить, и перечеркнул предательство трех раз тремя исповеданиями, люблю тебя, паси, будь пастором, люби этих людей, вы знаете, Петр попал в ловушку, мы каждый день можем попадаться в ловушку, вы представляете, сколько люди, этот Иисус наш Господь, когда он умер, столько проблем возникло, все разбежались, предательство было у всех, Иуда не смог покаяться, он просто не смог, ну, крыша поехала, там уже все, просто, все, вы знаете, может произойти момент, что человек не может покаяться больше, не дай Бог, и он заигрывал с грехами, он заигрывал с воровством денег, он играл в какие-то мутные схемы, Иуда, в итоге пролетел, так жестоко, просто, просто пропал, это был, Иуда, это был, знаете, как вам скажу, это был, дьявол не убивает слабых, он не убивает просто обычных, он, во-первых, убивает гениальных, Иуда был гениальный человек, поэтому, и грехи пытались его атаковать, но он должен был держаться за Иисуса, Иуда должен был держаться за Иисуса, а он о том подумал, о деньгах подумал, об этом подумал, об этом, засуетился, дьявол его хоп поймал, и все, и вырваться не смог, Иисуса, как вырвался, как Петр вырвался, это только, вы знаете, что Иисус хотел бы Иуде помочь, да что-то произошло, какой-то необратимый процесс, что это было, не дай Бог там оказаться, восстановление Петра я прочитаю, Петр был другом Иисуса, когда же настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус, Иисус говорит им, дети, есть ли у вас что покушать, они отвечали, нет, он сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте, они закинули, и уже не могли вытащить сеть из множества рыбы, тогда ученик, которого любил Иисус, Иоанн, которого любил Иисус, любил, значит, были друзья, любишь, значит, вы друзья, значит, у вас дружеские отношения, говорит Петру, Иоанн говорит Петру, это Иисус, Симон Петр, услышав, что это Господь, опоясался, потому что был голый, бросился в море, а другие ученики приплыли к лодке, ибо недалеко было земле около стадии, около двухсот, где-то двести пятьдесят метров, где-то плюс-минус, тащили эту сеть с рыбой, когда же вытащили на землю, видят разложенный огонь, на нем лежащую рыбу и хлеб, уже готовую, о, Иисус, Иисус говорит им, принесите рыбу, которую вы поймали, Симон Петр вытащил на землю, ну, вы понимаете, да, что когда он вышел, вышел, вышел на берег, что это за была встреча, мокрый, мокрый Петр в слезах, с мокрой одеждой обнимает Иисуса, Иисус говорит, что ты мочишь меня, я тебя люблю по-любому, вот, рыб было сто пятьдесят три, при таком множестве не порвала сеть, Иисус говорит им, придите, покушайте, обедайте, они обедали, Иисус говорит Симон Петр, Симон и он, Ионин, любишь ли ты меня больше, чем они, Петр говорит, да, Господи, ты знаешь, я люблю тебя, Иисус говорит ему, посягнется, еще говорит ему второй раз, Симон и онин, любишь ли ты меня, Петр говорит, да, Господи, ты знаешь, я люблю тебя, сколько раз он говорит, я люблю тебя, сколько раз мне нужно, у меня было время, когда я целый год говорил, Иисус, я люблю тебя, потому что я не мог понять, что со мной происходит, я не чувствовал точки, ну, точки опоры, когда говоришь, я люблю, и как будто слова проваливаются, 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 я целый год говорю, Иисус, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, и только я начинал вдруг, ну, что-то начинало со мной происходить, что если бы я не говорил эти слова, я бы не удержался бы в вере, я бы не удержался бы, я бы уже был бы не жилец, наверное, на этой земле, но Иисус, Дух Святой, вкладывал, вкладывал, Вы знаете, я никогда не мог даже никакой девушке сказать кому-то «я тебя люблю». И мне нужно было начинать с Иисуса. Иисус, я тебя люблю, я тебя люблю, Иисус, я тебя люблю. Иисус говорит ему «паси овец моих», то есть «будь пастором». Говорит ему Третья Симония, любишь ли ты меня, Петр Печалюса? Что спросил, любишь меня и сказал «Господи, ты все знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит «паси овец». Истинно говорю тебе, но была небольшая такая вещь, говорю тебе, когда ты был молод, то припоясался, сам ходил куда хотел, а когда состаришься, то простыешь руки твои, другой припоясаешь тебе и поведет тебя куда не хочешь. Сказал это, давая понять, какой смертью Петр умрет, но прославит Господа. И сказал это ему «иди за мною». Да, умрешь, но иди за мною. Чего страшного, это не скоро будет. Иди за мною. Петр же, обративший, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, который на вечере преклонился к груди и сказал «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев Петр, говорит Иисусу «Господи, а он что?» Иисус говорит ему «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, а тебе что? Ты иди за мной». Опять говорит «иди за мной». Вы знаете, главная мысль Иисуса, он всегда говорит «Иди за мной и делай, как я». Поступай, как я, делай, как я. Иисус нам постоянно хочет сказать, донести «делай, как я, делай, как я, делай, как я». Давайте мы скажем такие слова. Ты скажи сейчас свое имя, ну, для себя, не для других. Допустим, я говорю «Эдик, Иисус говорит, иди за мною». Иисус говорит, скажи «Эдик», Иисус говорит «Эдик, делай, как я, делай, как я». Пусть Иисус твоими устами скажет «делай, как я, Анжела». Иисус говорит тебе «делай, как я». Иисус говорит «делай, как я». Аминь. Давайте скажем такие слова. Иисус, я принимаю твою любовь. Я готов, и я посвящаю свою жизнь тебе, Иисус. Я готов идти за тобой, Иисус. Аминь. Короткое понятие дружбы. Я просто, опять же, знаете, с нескольких граней, потому что мы сейчас будем читать очень такие серьезные места, и у нас время, да? Дружба – это значит любить жертвенной любовью в пользу друга. Друг любит, во-первых, не для себя. Друг любит для друга. Друг – это, во-первых, друг думает о друге, а не о себе. Друг – это человек, который не о себе думает. Дружба – это оболочка любви. Вот оболочка любви. Дружба – оболочка любви. А внутри – любовь. Отношение к другому человеку. Хочешь дружить, хочешь любить – все связано. Не можешь дружить, не можешь любить. Это получается, что люди как-то должны притягиваться и дружить, и растапливать этот лед, и вот эти вот какие-то вещи, недоверие преодолевать, побеждать. Дальше. Луки 21,8. Иисус сказал, берегитесь, чтобы вас не вели в заблуждение. Многие придут с именем Моим, не ходите за митинг, берегитесь, чтобы не упасть. Все люди находятся в опасности, если отходят от истины от Иисуса. Если ты в истине, то тем более будет давление. Идти вверх намного легче под давлением, чем падать вниз, когда тебя никто не трогает. Под давлением с Иисусом легче и приятнее идти вверх, чем в полудепрессионном состоянии лететь вниз. Ты все равно проживешь эту жизнь, но лучше идти с Иисусом вверх, чем скатываться, проживать свою жизнь и скатываться вниз. А дружба – это шаги вверх. Это вверх. В первом случае, ну, ладно. Еще один момент. Мы сейчас переходим к такому моменту. Я очень хочу тебе такую вещь сказать. Старайся понять себя. Если есть корни предательства, ты сам должен будешь их выкорчевывать. Ты сам будешь с Духом Святым. Иисусу скажет, Иисус, не могу любить. Я предатель. Я уже пропитан предательством. Я сам не знаю, почему я такой. Помоги. Я хочу. Ты назвал меня другом. Дружи со мной. Учи меня. Вынимай из меня эти иголки. Вынимай из меня эти странности. Ты назвал меня другом. Так вот, помогай мне, Дух Святой. Иисус, помогай мне быть Твоим другом. Я не могу, у меня не получается. Вот все, дружба началась. Ты признался перед Своим другом в слабости, и Твой друг поможет Тебе. И первый Твой друг – это Иисус. Аминь. Почему? Сейчас. Иисус говорит, я назвал тебя другом. Кто поверит, кто поверит, Иисус сказал, я назвал тебя другом. Если ты поверишь в это, если слова Иисуса для тебя важны, тогда это первый шаг к дружбе. Друг внимателен к словам. Друзья настолько сильны в отношениях, что не позволяют никому внести деструктивное или разрушительное в их отношениях. Друзья, они настолько продуманные, что кто-то приходит хитрый, хочет с ними дружить. Они сразу его чик и рассчитали. Поняли. А, хитрый пацан какой-то. Или она. Какой-то, знаете, как еврейский народ, он в себя не впускает ничего. Они не впускают ничего языческого, ничего. Они, наоборот, влияют. И в еврейскую культуру ничего невозможно внести. Они ничего не принимают инородное. Только их внутренняя культура. Все. Вот это закрытая оболочка, закрытое ядро. Поэтому дружба – это оболочка любви, содержание дружбы – это любовь. Хорошо. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое благовествовало вам, которое вы приняли, которым утверждаетесь, которым спасаетесь. Если преподаны, утверждайте, удерживайте так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен, что воскрес на третий день по Писанию. Умер. Похоронен, воскрес, слова, слова, слова. Даже образ тяжело представить вообще, о чем идет речь. Хорошо. Я называю сейчас следующий момент распятие верности. Верного друга. Кто может представить в себе образ разорванного Иисуса? Он как твой сын, друг, брат. Вообще даже не хочется представлять мозг. У мозга нет такой функции, чтобы представить Иисуса разорванным, уничтоженным. Но. Исайя 53, 1, 2. Кто поверит слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо Он, Иисус, зашел пред Отцом, как отпрыс, как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен, умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от Него лицо Свое. Он был презираем. Мы ни во что не ставили Иисуса. Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем, уничижен Богом. А Иисус изъявлен был за грехи наши. Мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Иисусе. И ранами Иисуса мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. Господь возложил на Иисуса грехи всех нас. Он истязаем был, страдал добровольно, не открывал уст своих, как овца обеден был на заклание, как агнец предстригущим и безгласен, так как Он отверст и не открывал уст своих. И от уст сюда Он был взят, и рот Его кто изъяснит, ибо Он отторгнут от земли живых. За преступление народа Моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями. Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, не был в лжи, в устах его. И Господу было угодно поразить его. И Он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления. Он узрит потомство долговечное, и воля Господня будет успешна. Мы об Иисусе сегодня. Иисус здесь, и мы никуда от Него не уходим. Только Ты, Иисус. И воля Господня благоуспешна исполняется рукой Иисуса. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством. И познание Его, Он праведник, раб мой, оправдает многих, на себе понесет. Грехи и грехи на себе понесет. Посему Я дал Ему часть между великими. Часть между великими. Иисус назвал Тебя другом, а значит Ты один из Его друзей, из великих. И сильными будет делить добычу за то, что предал душу Свою на смерть. К злодеям причем был, тогда понес на себе грех многих. Из-за преступников сделался ходатай. Я вам покажу такие несколько картинок. Я иногда вразумляю себя образом их. Вот такая картинка Иисуса. Это мой Господь. Вот Он так. У Него было так. Он умирал за меня. Его прибивали к деревянным вот таким штуковинам. Он весь был изрублен. Это мой Иисус. Ему было больно. Это должен был быть Я. Эти образы невозможно представить вообще. Иисус умер за грехи мы. Как умер? Это вот так. По-серьезному, по-настоящему. Мне кое-что Иисус. Я прочту то, что мне лично Иисус... Я записал это. Мне когда-то Иисус рассказал кое-что о своем распятии. Я вам тоже поделюсь. Мы будем подводить итог. Страдания Иисуса. Тело Иисуса и Его душа были... Должны были жестоко страдать. Где-то Дух Святой говорил. Где-то Иисус. И вот тут надо будет как-то... Я буду говорить как голосом Духа Святого. Тело Иисуса и Его душа должны были жестоко страдать, переживая жестокую, ужасную агонию и мучительную боль. Страдания Иисуса начались в Гефсиманском саду во время молитвы к Богу Отцу. Одновременно на душу и физическое тело Иисуса выступило невыносимое давление, противостояние, ненависти и зла. Иисус пережил тяжелую внутреннюю борьбу, чтобы не впустить вирусную смертоносную информацию, целью которой остановить миссию искупления человечества. Все работало на то, чтобы Иисуса остановить. Физическое свидетельство этой жестокой борьбы произвело агонии, лопались капилляры, кровь выступала через потовые железы. Страдания Иисуса продолжались на протяжении времени от молитвы в Гефсиманском саду до смерти на Голговской горе. Унижение, оскорбление, жестокая пытка бичевания привела к тому, что все тело Иисуса было изуродовано, а кожа во многих местах тела была разорвана. Во время страдания Иисуса важно было, чтобы из Иисуса вышло как можно больше крови. Рваные раны покрывали всю его спину, бока, руки, ноги. Терновый венок с большими острыми шипами силой был натянут на голову Иисуса. «Каких усилий стоило Иисусу нести свой крест, когда липкая кровь под одеждой прилипала к ткани?» То есть, вы поняли, да? Ткань прилипла к ранам, и Он несет крест, и оно сдирает. О, Махи! Просто надо нести свой крест. Верхняя часть тела была сплошной раной. Голодный, усталый, страдающий от жестоких ран на теле, венка с шипами в голове, Иисус продолжал идти к месту своей казни. Рассмотрев на карте хронологию событий, по времени расстояния между местами его ареста, допрос в храме, допрос в резиденции Пилата, допрос у Ирода во дворце и обратно к Пилату, это был непростой путь, потом пытка бичевания. Избитый свинком в голове последний отрезок, Голгофская гора. И вот он на Голгофе, измученный, вымотанный, не потерявший рассудка, достоинства, лежит возле своего креста. Жестокость римских солдат, во всем сплошная боль, а боль – это душа. И вот узкий крест, напряженный от боли тела, растягивают руки, вбивая ржавый в металл ткани гвоздь, пробивая, входит в дерево, и снова кровь. Вторая рука выдергивается из сустава, и вбитый гвоздь проникает через запястье в крест, кровь льется из рук, и вот ноги пробиты, и снова агония, боль и кровь. Ужасная боль от подъема креста, рвущиеся ткани рук, снова кровь – это перебор. Ужасные часы на кресте льется кровь, невозможно дышать, тело в агонии, боль, боль. А он говорит отцу, прости их, они не понимают, что делают. Как можно думать о ком-то, когда каждый глоток воздуха – это дополнительные муки страдания? Он, находясь на кресте, человека спас. Он говорит Иоанну, заботься о моей маме. Чтобы сказать только эти слова, нужно было собрать все остатки своей воли, разбитые кусочки себя. На мгновение боль… Иисус говорит, на мгновение… не на мгновение боль не прекращалась. Боль, боль, час, два, сколько еще. Кусочки событий проносились в голове, не отключали меня на мгновение от боли. Когда сознание от боли стало загасать, я понимал, я это сделал, я подвел итог, совершилось. Смерть Иисуса. Я на мгновение провалился в небытие, прекратилась боль, и уже не слышал голосов людей. Пронизывающих холодного ветра, я окунулся в облако славы моего Отца. Отец переживал всю боль вместе со мной. Небо, вся Вселенная остановились, многие получат мое завещание жизни. Мое тело сняли с креста, приготовив, положили в пещеру, в пещеру, закрыв ход большим камнем. Воскресение Иисуса. Утром первого дня я пережил встречу с моим телом. Мое тело было сохранено и трансформировано Духом Святым. Я видел обморочных страдников, Марии, Иоанна, Петра. Я наблюдал за миром. Я смотрел на моих друзей, кто не в совершенном теле предали меня. Я так люблю их, мы вместе. Я хочу тебе сказать, не верь этому миру, ни одному физическому ощущению. Это все иллюзия лжи. Учись читать и поступать по откровению моему. У тебя чего-то нет, не обращай внимания, это душа. Люби людей, будь со мной. Я хочу быть с тобой. Это то, что Иисус мне когда-то сказал, и я это записал. Иисус доказал мне свою любовь, и я обязан быть другом Божиим. У меня нет альтернативы. У меня нет альтернативы. Иисус здесь, Иисус сейчас. Он мой друг. Я не могу больше жить другой жизнью. Мне нельзя жить. Мы сегодня собрались вместе, мы тело Иисуса. Как бы ты себя ни считал, ты все равно где-то, ты тело Иисуса. Есть голова. И значит, в теле надо обустраиваться, в теле где-то должны происходить взаимоскрепляющие связи, отношения, дружба, помощь, поддержка, молитва. Дух Святой хочет двигаться. Слава Божия готова проливаться. Мы всегда ищем, мы хотим где-то, где-то кто-то нам что-то даст. Иисус говорит, будьте в теле, я вам все дам, что только, о чем вы только даже не могли мечтать, несравненно больше, о чем вы думали или мечтали. Будьте в теле, не позвольте, чтобы в тело входило зло, ненависть, агрессия. Любите всем сердцем, сохраните эту любовь, а любовь переходит в дружбу. Вы помните, я вначале сказал, что церковь сверхъестественна только тогда, когда там любят и когда там дружат. Вот тогда она сверхъестественна. Врата ада не одолеют. Что такое ад? Это разделение, это ссоры, это, ну, когда тело разрывают. Когда Иисус был на Голгофском кресте, его тело разрывали. Для чего? Чтобы нас больше никто не смог разорвать. Он умер разорванным, воскрес целостным. И мы, его тело, теперь нельзя больше руке быть отрубленной, позволить дьяволу, чтобы отрубил часть тела. Нет. Все, что угодно нам нужно сделать. Нам нужно сохранить отношения, сохранять любовь, двигаться в этим, быть верным и не позволить дьяволу воровать слова Иисуса. Итог. Дружба – это оболочка любви. Содержание дружбы – это любовь. Любящий растворяет и удаляет зло. Друг всегда верный главному другу и своему другу. Вы, друзья мои, если исполняете, что я сказал вам, любите друг друга. Основа отношений в семье Божией. Иисус говорит, делай как я. Дружба – это значит любить жертвенной любовью в пользу друга. Вы знаете, я вам скажу такую вещь. Можно иметь дар, талант, способность, предложить служение. А если ты мне не друг, это никакие твои таланты и дары мне не нужны. Вначале дружба, потом служение, потом движение, потом действие, вначале отношения, вначале должна быть хоть маленькая симпатия, постарайся. Невозможно. Я не знаю, что в твоем служении, если ты меня не любишь, если мы с тобой не друзья. Что будет? Вы понимаете, да? Мы, я хочу помогать тебе. Давай дружить. Давай дружить. Давай помогать друг другу. Давай будем чуткими. Вы знаете, это не значит, знаете, дружба – это не значит, что нужно постоянно спрашивать, как у тебя дела и так далее. Нет. Просто молиться за этого человека, благословлять и положить в сердце как бы знак «Этот человека, я хочу видеть другом. Я буду его благословлять. Я могу ему сказать одно слово, но это будет сильное слово. Давайте мы скажем такие молитвенные исповедания. И мы встанем на ноги и будем говорить сейчас «Иисус нас слышит, Иисус тебя слышит». И когда ты будешь это говорить, ты говоришь «Себе и Богу». Знаете, как говорят, молишься на языках, там, «Говори себе и Богу, потому что другой не будет». А мы сейчас говорим «Ты и Иисус». «Ты и Иисус». Я и Иисус. Вы знаете, Иисус – это мой любимый, драгоценный Господь. Я на этой неделе осуетился, мне так тяжело было. Знаете, что было тяжело? У меня был момент, я вот так за Иисуса царапался, а Он мне смотрит в глаза. «Да расслабься, успокойся, я с тобой». «О, я говорю, Иисус, спасибо тебе. Я не могу до тебя дотянуться». А Он говорит, «Да не дотягивайся, я знаю, что ты куча делаешь. Говорит, я же тебя понимаю. Друг, Он понимает, Он ближе, чем брат. Он понимает. И Он говорит, «Я знаю, что тебе трудно, посмотри мне в глаза. Я хочу тебе». Я говорю, «Почему ты меня уговариваешь, что ты меня любишь?» Мне Иисус говорит, «Я тебя люблю, поверь». А Он говорит, «Да потому что сейчас тебе нужно так сказать». Говорю, «Спасибо». Давайте мы повторим исповедание. «Я друг Богу. Я друг братьям и сестрам моим. Подчиняю свою волю Господу Иисусу. Иисус, я принимаю решение и посвящаю тебе мою волю. Иисус, я принимаю от тебя способность любить и иметь друзей и быть другом. Твоим, во-первых, другом. Иисус, научи меня быть другом, как ты. Иисус, я принимаю твою любовь. Я готов и посвящаю свою жизнь тебе, чтобы идти за тобой. Храни меня, веди и управляй мною. Я люблю тебя. Учи меня любить ближнего, как самого себя. Иисус, ты доказал мне свою любовь, что умер вместо меня. Искупил, простил, помиловал, оправдал. Аминь. Иисус, Иисус вернул утраченную славу, которая была у Адама. Иисус воскрес и передал мне всю полноту наследства. Если не умрет, наследство не может перейти. Но вы представляете, если я не понимаю, как мой Господь умер, мне трудно понять, как Он воскрес. Но если не... Но апостол Павел говорит, ребята, присаживайтесь. Одну минуту еще. Если умер завещатель, у вас есть наследство, которым вы еще мы не пользовались. кто... Вы знаете, что Иисус, Его слова не тщетны, Он сказал, что если я воскрес... умер, значит, я оставляю наследство. Какое? Безмерно. Величие. Могущество. Все могу. Все могущества. Все благословения Иисуса для тебя. Дай и аминь. Все, о чем ты можешь мечтать, вся любая мечта, которая покрылась пылью, сними оттуда пыль. Мечта обязана воплощаться, материализовываться, для того она и мечта. Мечты от Бога. Но они не должны произойти через сто лет. Мечты должны проис... Уже Иисус сейчас. Он здесь, и Он сейчас. Аминь. Возлюбленные, я просто благодарю Иисуса, что мы можем... Ну, может быть, сегодня не так весело, но, по крайней мере, первое, что я хотел, это чтобы каждый из нас проверил себя на друга, понял, что Он может быть другом, и что дружба – это возможно. Второе, что Иисус не просто друг, Он вообще, Он невероятный друг. Иногда кажется, что, знаете, праведной верой жив будет. Мы хотим мурашки, мы хотим прикосновения Духа Святого. А Иисус говорит, «Блаженны, кто не чувствует и не видит, но со мной общается, соприкасается». Иисус говорит, Иисус создал нам проблему одну, то, что Он невидимый. Он говорит, «А я тебя не оставлю, не покину, я с тобой. Более того, я вселюсь с тебя, Духом Святым, и буду ходить в тебе». Поэтому, когда ты возлагаешь руки на людей, не ты исцеляешь, а я исцеляю всегда, везде, даже когда у тебя в голове тараканы, я все равно исцеляю через тебя людей. Это не твоя сила, это сила Иисуса. Это Иисус в тебе, Иисус во мне. И тот, кто во мне, Он больше всех, во всем мире, и даже сильнее, чем я. Самый страшный для себя, это я сам. Это даже не дьявол. А Иисус говорит, начни вникать в себя, позволь любви работать, поговори со мной, признайся, что ты бездарь, у тебя нет дружбы, что тебя не получилось, пропустил полжизни, в двоечниках ходил. Ну, ну было, было, но никому не говори, скажи Иисусу, но и ты назвал меня другом, давай работать вместе, давай, друг мой, работать со мной, чтобы я был нормальным другом. А друг, ты представляешь, ты друг Иисуса. Это, это даже при одной мысли будут материализовываться и воплощаться многие вещи. Иисус, я очень благодарен Тебе за то, что слова Твои, они входят в нас. И я прошу Тебя, Дух Святой, чтобы слова, как семя, попали в нас, зацепились, пустили корни и принесли жизнь, плод, пребывающий в жизнь вечную и на земле, как и на небе, Твоя слава. Давайте мы повторим сейчас итоговую молитву, будем расходиться. Мы помолимся, если за кого-то нужно помолиться. Мы в прошлый раз хотели сделать такую молитву, чтобы вы написали на листочках какие-то проблемные вещи, но забыли. ой-ой-ой-ой-ой. Я хотел сегодня тоже, я тоже, столько движений, блокнотик даже мне не было времени купить, чтобы мы раз вырвали листочки, написали какие-то вещи и... Не, не будем писать, мы уже, да, если есть, если хотите, напишите, пожалуйста. Вы знаете, что это значит? Когда мы, он взял на себя наши немощи и понес, как он взял? Он взял, а ты отдал, чтобы он мог взять, тебе нужно отдать. То есть, смотрите, когда вы пишете на бумажке какую-то проблему, вы что делаете? Или ваше желание, которое должно воплотиться? Когда вы пишете на бумажке, вы кому отдаете? Иисусу. Ты же уже физически отдал Иисусу. Теперь только верой тебе нужно понять, что он невидимый, есть у Эдика руки, вместо Иисуса Эдик возьмет, мы ему положим руку и провозгласим благословение. Вы должны понять, что в теле Иисуса, написано, что размышляйте о теле Господнем, в теле Иисуса человек, который хочет жить, его смерть не может поглотить. В теле Иисуса никакой орган не зарабатывает, чтобы кровь, и заветы, и благословение, и питание, и витамины, никакой орган не зарабатывает в твоем теле, чтобы сердце работало. Оно не зарабатывает. Мы сейчас в теле. И Иисус говорит, я просто благословляю тебя в теле. Отключи мозги, и пусть благословение войдет в какую-то записанную часть жизни. Или то, чего тебе не нужно избавиться.